Это информационный выпуск «Сейчас в мире» на канале РТВА и в студии Сергея Кения. Здравствуйте! Российско-Нидерландские депотношения омрачил очередной неприятный эпизод. В Гааге неизвестные взломали и ограбили квартиру в доме, находящемся в ведении посольства России. Здание, соседствующее с депмиссией, впрочем, не обладает особым статусом, поэтому не имеет специальной охраны. Голландский МИД уже выразил сожаление в связи с инцидентом и пообещал, расследование будет проведено на высшем уровне. За последние несколько дней дипломаты двух стран оказались втянуты сразу в несколько неприятных историй. На днях в Москве неизвестными был избит помощник голландского посла. А до того в Гааге в своем доме полицейскими был задержан, а как заявляют в Москве, также избит российский дипломат. Власти Нидерландов принесли официальные извинения, но наказывать правоохранителей не стали. Эдвард Сноуден не привез в Россию секретных документов. Экс-сотрудник ЦРУ в интервью New York Times заявил, все материалы он передал журналистам в Гонконге до вылета в Москву и даже копии себе не оставил. По словам Сноудена, будучи знакомым с методами работы спецслужб, он надежно защитил всю информацию. Виновник скандала вокруг программы американской разведки по слежке за гражданами уверяет, ни китайские, ни российские спецслужбы не получили доступа ни к одному из документов. Напомню, недалее чем вчера, отец Эдварда Лон Сноуден заявил, что его сын еще многое может рассказать миру о незаконной деятельности спецслужб США. Хотя сразу после прибытия экс-сотрудника ЦРУ в Москву Владимир Путин предупредил, что тот получит убежище только при условии ненанесения ущерба американским партнерам. В ООН обновили состав Совета Безопасности. Генассамблея по итогам тайного голосования избрала пять стран новыми непостоянными членами Совбеза на 2014-2015 годы. Всего в Организацию Объединенных Наций входят 193 государства, но более третий стран членов никогда не избирались в Совет. Скептики говорят о необходимости обновления и реформирования главного миротворческого органа планеты. Нина Шамуге продолжит. В ООН влилась новая кровь. Пятерка в лице Литвы, Нигерии, Саудовской Аравии, Чада и Чили временно пополнит заветный состав Совбеза. Литва баллотировалась от так называемой группы европейских и других государств, в то время как Саудовская Аравия и Чили представляли азиатско-тихоокеанскую и латиноамериканскую группы соответственно. Нигерия и Чад от объединения африканских стран, которым в этом цикле было отведено два места из пяти. «От имени республики Чад хочу поблагодарить членов ООН за предоставленную честь стать впервые с момента признания независимости страны непостоянным членом Совета безопасности. Это решение мы интерпретируем как признание важной роли Чада в укреплении и поддержании мира на африканском континенте. Мы обещаем и дальше работать со всеми членами ООН во имя мира и международной безопасности». 1 января 2014 года новичкам Совбеза ООН предстоит сменить Азербайджан, Гватемалу, Марокко, Пакистан и Тога. Всего в Совете представлено 15 государств, 10 из которых – непостоянные члены. Их ротация происходит ежегодно. Новый состав Совбеза ООН вызывает обеспокоенность правозащитников. По мнению Freedom House, в некоторых из этих пяти стран нарушаются права человека. В частности, в рейтинге организации «Саудовская Аравия» и «Чад» считаются несвободными странами, а Нигерия – частично свободной. Быть может, вняв голосу совести, от членства в ключевой структуре объединенных наций отказалась Саудовская Аравия. Правда, в королевстве решения о выходе из Совбеза связывают с политикой двойных стандартов и неэффективностью решения международных проблем этой организации. Критика в адрес ООН и ее основного органа – Совбеза, отвечающего за поддержание мира и международной безопасности, звучит уже давно. Большинство политиков, да и простых обывателей полагают, что структура Совбеза, сложившаяся еще в середине прошлого века, безнадежно устарела и неэффективна. Она уже не отвечает современным вызовам, и ее необходимо срочно реформировать. В первую очередь следует увеличить число постоянных членов Совета безопасности, имеющих право ВЕТА. Сейчас такой привилегией пользуются пять стран – США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Хотят войти в элитный клуб также Бразилия, Германия, Индия и Япония. Эта четверка в мае 2005-го предложила Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции, увеличивающий число членов Совета безопасности с 15 до 25, а количество стран, заседающих в нем постоянно – с 5 до 11. Против расширения, как нетрудно догадаться, выступает великолепная пятерка со всемогущим правом ВЕТА. Они обосновывают свою позицию с затруднением процесса принятия решений при увеличении Совета Совбеза. Эксперты заключают, при таких реалиях реформа ООН – нереальная перспектива. Нина Шамуге, РТВА. В США сотрудникам частной охраны компании «Блэк Уотер» предъявлены новые старые обвинения. Речь идет о расстреле 17 мерных граждан Ирака. В 2007 году наемники, ответственные за безопасность американских дипломатов, открыли огонь по случайным прохожим в Багдаде. Первоначально обвинения охранникам были предъявлены в 2008-м, но год спустя их сняли, поскольку прокуроры незаконно использовали признательные показания. Впрочем, спустя еще два года расследование возобновилось. Обвинения, которые почти в точности повторяют прежние, предъявлены четырем сотрудникам «Блэк Уотер». С одного экс-охранника обвинения сняты, еще один признал себя виновным. Видеонападение на Вестгейт CNN показало кадры с камер наблюдения в торговом центре в столице Кении, Найроби, захваченном в сентябре боевиками сомалийской группировки «Аш-Шабаб». Обнародованная запись сделана в первый день осады комплекса. На ней видно, как покупатели были напуганы в момент вторжения террористов и насколько хладнокровно действовали нападавшие. Боевики без разбора стреляли в окружающих. Как сообщается, журналисты CNN отредактировали видеоматериалы, вырезав из них наиболее жестокие сцены. Напомню, жертвами теракта в Найроби, по официальным данным, стали 67 человек. Индийские археологи приступили к поискам клада приснившегося йогу. Мудрец Шапкан Саркар заявил, что во сне ему явился дух раджи, жившего в XIX веке. Он рассказал, что в руинах древнего дворца в штате Утар-Прадеш зарыты сокровища весом в 1000 тонн. Совокупная стоимость драгоценностей может достигать 50 миллиардов долларов. На днях группа геологов и археологов осмотрела район предполагаемого захоронения клада и обнаружила под землей на глубине около 20 метров признаки тяжелых металлов. Местные власти уже дали согласие на раскопки. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий и встретимся менее чем через два часа. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова